Легкоатлетический манеж стадиона «Ангара» изменился до неузнаваемости. Ремонт по трибунах помещений практически завершен. Здесь полностью заменили систему отопления, установили современную вентиляцию, отремонтировали чашу бассейна. Она стала объемнее и глубже. В комнаты гигиены подходят к концу отделочные работы. Это более чем капитальный ремонт, это полное обновление объекта. Поэтому вопросов нет. Единственное у нас сегодня узкое место, но это как обычно на всех объектах, это поставки. То есть поставки, кресел надо поставить, более четырех тысяч кресел. В общем-то здесь, что называется, мы видим еще зону риска. Небольшую, но видим. В остальном, я думаю, здесь сомнений нет, объект будет завершен. Полным ходом идут работы и на внешнем периметре. Строители готовят места под установку кресел. Это будут антивандальные и огнеупорные сидения. Стадион «Ангара» способен вместить до 12 тысяч зрителей. Уже решено, что именно он станет основной площадкой празднования юбилея города. Перед подрядчиком поставлена задача завершить работы в срок. Проделан большой объем работы и в предыдущий год, и в этом году. Мы оптимизировали все проектные решения, таким образом, чтобы объект в итоге соответствовал всем нормам, был современным. Контур здания полностью восстановлен, сделана теплоизоляция, сделано наращивание нового слоя бетонного покрытия 10 сантиметров. Сверху выполнено современное, показавшееся достаточно хорошо на стадионах, покрытие гидроизоляционное для трибун «Гипердесма». Затем строители приступят к ремонту внутренней части западной трибуны. Очередность прописана в контракте. И здесь тоже задача успеть все сделать до конца мая. Что касается ремонта дорог в Ангарске, он начался с театрального проезда. Реставрацию дорожного полотна в городской черте, как и в прошлом году, будут осуществлять в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С кадрами сегодня проблем нет, в отличие от предыдущего пандемийного года. То есть работы начаты своевременно. Контроль за работами осуществляется непосредственно уже с самого начала работ. Уже есть претензии по бордюрам определенные. Подрядчики вменяемые, требования наши уже знают, своевременно устраняют. Поэтому, учитывая все эти факторы, думаю, что проблем с исполнением контрактов у нас в этом году не будет. В планах привести в порядок семь городских магистралей. Подрядчики определены на каждом участке. Работы начались раньше срока, отметил Сергей Петров, поскольку это позволяет погодные условия. А значит, большую часть запланированного смогут закончить к 70-летию Ангарска. Ирина Шавлюк, Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.